Сура 86. Ночной путник. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Я, Аллах, клянусь небом и ночным путником. Откуда ты, о пророк, мог знать, что такое ночной путник? Это яркая звезда, пронизывающая своим светом ночную темноту. Поистине при каждой душе есть хранитель его дел. Ангелы, которые записывают его слова и дела, чтобы предоставить это в день суда. Пусть же посмотрит, поразмышляет неверующий воскрешение человек, из чего он создан, чтобы понять, что после смерти Аллах снова оживит его в день суда. Создан он из изливающейся жидкости. Создание тела человека начинается с того, что в утробе матери соединяются два вида жидкостей – отца и матери. Выходит она из поясницы мужчины и грудных костей женщины. Поистине он, Аллах, в силах вернуть его, человека, снова воскресить. В тот день, когда будут испытаны, раскрыты тайны человеческой души. И не будет у него, у человека, в тот день ни силы, ни помощника, чтобы отклонить наказание Аллаха. Я, Аллах, клянусь небом, возвращающим дожди, и клянусь землей, обладающей трещинами, из которых прорастают растения. Поистине это – Коран, слово различающее, которое разделяет истину от лжи. И это – Коран, не шутка. Поистине они – многобожники, замышляют хитрость, чтобы противодействовать истине и помочь лжи. Микканские многобожники собрались на общий совет, чтобы каким угодно образом представить людям ложью то, с чем пришел пророк Мухаммад. «И я, Аллах, тоже замышляю хитрость, чтобы утвердить истину. Представь же неверующим отсрочку и помедли с ними недолго. О, пророк, не проси Аллаха ускорить погибель этим многобожникам, и будь доволен тем, что решит Аллах для тебя относительно них». И действительно, Аллах сделал так, что эти многобожники погибли во время битвы при Бадре.